Приветствую вас. К ситуации, которую вы описываете, относиться можно совершенно по-разному, воспринимать эту ситуацию можно так же совершенно по-разному. Но я думаю, что в абсолюте никто судить никого права не имеет, потому что мы все совершаем выбор, мы все совершаем не идеальный выбор. И для нас, в принципе, характерно о своих некоторых действиях по итогу сожалеть. Это, я бы сказал, вполне нормальная, естественная, к сожалению, реакция. Но на что бы мне хотелось обратить ваше внимание, это на то, что такое чувство у меня возникло, что в определенный момент вы, не знаю, как будто испугались чего-то. В определенный момент как будто вы начали бояться, например, того, что парень уйдет от вас. Например, вы начали бояться потерять свои отношения по какой-то причине, по какой-то причине вы стали бояться потерять отношения. То есть в какой-то вот в определенный момент вы начали сожалеть о том, что сделали. Хотя, по факту, если так вот смотреть, не изменилось ничего. Не изменилось ничего совершенно. Вы сделали то, что вам нужно было сделать, вы сделали то, что вам казалось важным и это ваш выбор. К этому можно, повторюсь, безусловно, по-разному относиться. Безусловно, к этому можно, это можно по-разному воспринимать. Это правда. Но сказать о том, что вы расскажете парню и волшеб падет в плечи. Какая-то гора нет. Так не бывает, к сожалению. Мне кажется, что сейчас вы хотели бы переложить ответственность за себя на то, что на парня. Вот. За то, что происходит. Ну вот, в том числе с вами. Как бы, да? Вот. Такой момент здесь есть. Такой момент здесь может быть. И, на мой взгляд, это, ну, далеко не лучший вариант для вас. Потому что, ну, это ничего не решит на самом деле. Вам надо, как мне кажется, разобраться в себе. Вспомнить о том, чего вы хотели. Как-то, когда так поступали, как-то так действовали. Вот. Вспомнить, что вам было важно. И посмотреть на то, важно ли это сейчас для вас. Вполне ведь вероятно, что поменялись ваши ценности. Вполне ведь вероятно, что поменялись ваши приоритеты. Вполне ведь вероятно, что сейчас ваши приоритеты представляют собой несколько другую историю, нежели чем. Ранее. Вот. И это, это нормально, что у вас эти приоритеты сейчас поменяли. И вот уже исходя из приоритетов, вы могли бы, конечно, своему мужчине что-то рассказать. Но, как вы, я надеюсь, понимаете, что делать это имеет смысл. Только в том случае, если вы поступаете так для себя, если вы делаете так, потому что по-другому не можете. Если же вы это делаете для мужчины, ну вот, своего, например, мужчины надеете на то, что, например, он вас простит или что-то в этом роде, то в таком случае делать этого не надо. Потому что человек может вас и не простить. Ну, у него могут быть свои принципы, у него могут быть свои требования. У него может быть свое видение, видение вас. Очевидно, что вы это видение несколько искажали. Потому что, ну, совершенно на мой взгляд, на мой взгляд, очевидно, что не искренне вы были все своим мужчинам. Да, вот. Я вас ни в коем случае не обвиняю по данному вопросу. Я не говорю. Я не говорю, что вы были плохим, потому что они не были искренны своим мужчинам. Нет, я так не говорю. Я, скорее, здесь продолжу, что у человека может быть другое представление. А вас и он может по-другому вас воспринимать. Вот. И, как мне кажется, если вы это сделаете, в надежде, что ваш мужчина как-то вам поможет в решении, например, трудностей каких-то. Вот. Мне кажется, это путь в никуда. Вот. С другой стороны, если у вас что-то изменилось, если вы чувствуете, что, ну, что поменялось, к примеру, чувствуете, что, к примеру, не так, как раньше, то, на мой взгляд, это нужно сделать предметом обсуждения. Вот. Так или иначе. Вот. Да. Мужчина вам не будет доверять. Это правда. На самом деле. Доверять вам не будет. Но, насколько это негативная история, насколько вы можете быть уверены сейчас в том, что ни в каком другом месте вы не пересчетесь и не возникнет опять в ситуациях, когда вам надо будет как-то поступить, а вы не сможете. Или сможете, но будете всегда потом за это винить, корить и так далее. Об этом я рекомендую вам подумать. Момент этот важный, достаточно важный этот момент, вот, чтобы уделить ему внимание. как мне кажется. Вот. Понятно, что здесь могут быть нюансы. Понятно, что вы сейчас испытываете чувство вины. Но, очень важно, на мой взгляд, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы постарались увидеть, вот, что за чувство вины у вас может находиться. То есть, вот, ну, что там еще есть? Слайм. Помимо чехов вины. Я думаю, что это увидится, если, например, позволит себе это прожевать, ну, прожевать. Позволит себе прожевать свои чувства здесь. И, значит, вам будет становиться легче. Важный момент, что, если вы боитесь, что вас бросят, к примеру. Это уже не про то, что вы сделали. Вот. Это не про факт измены. Как таковой. Вот. Это факт ваших страхов больше. И того, как, вот, в целом вы реагируете на отношения. То есть, отношения, а, отношения вас, в принципе, могут пугать. Вот. Ну, в принципе, вообще, могут пугать отношения. И подсознательно вы можете, вот, действовать, ну, вот, таким образом, чтобы от себя опалкивать своих партнеров. В принципе, если вы не понимаете, что вы не понимаете. В принципе, он не понимает, что, почему это приятно? Вопросы, стоит ли говорить, да, мне кажется, на этот вопрос, на этот вопрос, ответ есть только у вас внутри, мне кажется, что ответ этот у вас уже есть, просто сейчас вы ещё его как-то не признаёте, может быть, вам или неприятно, вот, или страшно от этого ответа. По-разному бывает, на самом деле. Ну, правда, с правдой, что за вас это никто решить не может. Я думаю, что лучше, что вы можете справиться с собой. Вот. А на этом нужно принять некоторые моменты в вашей жизни, где вот такие вот, в кавычках, неоднозначные поступки, которые, которым кто-то по-разному может относиться, вот, чтобы присутствовал. Вот. И как вы сами к этому относились. Потому что, в противном случае, если вы, вот, как-то ничего не сделаете с этим, вот, то всегда будет, ну, всегда по-разному будут интерпретироваться в те или иные ваши действия, и вы будете, по сути, вот, ну, всегда в такой вот позиции, позиции, позиции виноваты находиться, а по сути непринятые, вот. Вы себя будете чувствовать так. Ну, я не думаю, что, не думаю, что это приятная позиция. Вот. Поэтому, да, работа с цифром беда, со страхами, вот, вероятно, со страхом одиночества. И это вот то, что вам рекомендуется сейчас. Ну, вот, на данный момент. Как мне кажется, конечно. А дальше, я думаю, что вы будете исполнить себе состояние, сам решить, говорить парню или нет, о том, что вы сделали. Такой ответ дашь. Дальше. Абсолютная честность. Это вот немножко такая, как мне кажется, идеализированность, потому что абсолютная честность мало кому нужна. Я думаю, что это неизвестный момент. Человек может угадать, когда он по-другому не может. Когда он, как вы, сейчас, на мой взгляд, просто пытайтесь убежать от ответственности, пытайтесь переложить её на другого человека, на вашего мужчину. Это не абсолютная честность, это бегство от себя, понимаете? Поэтому смешивать два этих понятия, наверное, не стоит. Разобраться в себе и, ну, поисследовать себя, чтобы увидеть, где вы сейчас находитесь так, там, насколько вы счастливы, вы с твоим мужчиной в отношениях, потому что чувствуете, что можете сделать его счастливым или по какой-то другой причине, например. ну, не знаю, там, например, на причине того, что боится стать одна и так далее. Вот это всё нужно разбирать. Вот. И я думаю, что именно, когда у вас есть память, вам будет уже куда проще понимать решение. Вам будет уже куда проще делать выбор, вам будет уже куда проще как-то поступать. Тогда, вероятно, и искренности прибавится, свободы прибавится, и что бы вы ни делали, да, будете это делать от сердца. Вот. Какие бы действия это ни было. Вот и всё. А я думаю, что примерно такой ответ могу вам дать. с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своего опыта, опыта своего банхода. Вот. И хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам самого доброго. Надеюсь, что даю вам тысячи для размышлений, и вы в свою очередь сформулируйте мне ответ на то, что я вам сказал. Это будет для вас возможность начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Продолжение следует... Что следует... Удачи им кто-либо.